Правило номер один. Идеальная посадка. Необходимо. Обратите внимание на плечи. Тут рукав рубашки пришивается к плечу, и эта линия показывает конец вашей плечевой кости. Если вы обнаружите, что шов ниже, рубашка слишком велика в плечах. Теперь о торсе. Вам необходимо, чтобы в груди и в области живота было от 1 до 4 свободных сантиметров. Сколько конкретно материала зависит от вашего телосложения. Если ваш рост 170 сантиметров, и вы находитесь в потрясающей форме, то от 1,5 до 2 сантиметров лишнего материала на рубашке будут выглядеть потрясающе. Но если вы парень более тяжелой комплекции, вероятно, необходимо иметь не менее 2 с 4 5 сантиметров лишнего материала на торсе рубашки. Далее длина рукава. Рукав в целом должен закрывать одну треть бицепса. Но обратите внимание на ширину рукава, особенно если вы худой парень, то на лишнего материала ни к чему. И не забывайте про длину футболки. Если у вас средний рост, то идеальным вариантом будет 5-7 сантиметров. Если вы немного ниже, то 4 сантиметра. Если же вы высокий, то больше 5 сантиметров за линией талии. Ну а если вы поднимаете руки вверх, а живот обнажается, футболка слишком коротка. В сегодняшнем видео золотые правила ношения футболок. Золотое правило номер 2. Сколько бы вы не тратили на футболку, это все равно повседневная одежда. Да, есть дорогие дизайнерские футболки. Поймите, однако, независимо от того, сколько вы тратите на одежду, это не добавит ей формальности. Итак, когда вас приглашают на мероприятие с соблюдением дресс-кода, поймите, что сейчас не то время, когда вам нужно прийти в футболки. Следующее золотое правило. По умолчанию футболки должны быть однотонными. Белый, черный, серый. Все это отличные варианты. А что насчет футболки с графическим рисунком или логотипом? Ну, если вам не платят за ношение логотипа этой компании, я бы сказал, что это не подходит. Футболки, которые вы будете носить повседневно, которые будут дополнять и улучшать ваш образ, это однотонные футболки. Более темные или белые футболки подойдут лучше всего. Следующее золотое правило. Подумайте об универсальности. Итак, есть причина, по которой я назвал определенные цвета. Мне нравится серый цвет, он подойдет к любому типу джинсов и с разными куртками. Это действительно то, что будет соответствовать практически чему угодно. Самая дорогая одежда, которую вы когда-либо будете иметь, это одежда, которую вы не носите. На футболке же надо сэкономить. Вы будете ее носить. В конечном итоге она будет в пятнах, дырках. И тогда вы просто ее выбросите. Еще одно золотое правило. Не носите футболки с пятнами или дырками, разве что дома. Но если вы собираетесь что-то надеть на выход, не надевайте грязную футболку. Если вы думаете, что накинете куртку, и это будет незаметно. Это не так. Вы знаете, что это произойдет, когда вы снимете эту куртку, она тоже будет выглядеть грязной. Это не будет хорошо смотреться. Следующее золотое правило. Обратите внимание на материал. 100% хлопок всегда беспроигрышный вариант. Приемлемы и другие материалы. Такие как эластан, спандекс, иногда бамбук. А что насчет новой шерсти мериноса? Тоже хорошо. Обычно из более толстой и тяжелой ткани получается хорошая футболка, которая не будет мяться. Хлопок, возможно, придется распарить. Вам придется постирать ее и высушить, чтобы вернуть первоначальный вид. С шерстью же нужно быть осторожнее. Вам не следует стирать ее множество раз, если не хотите потерять изначальный вид. Суть в том, чтобы понимать материал и его сочетание с другой одеждой. Я действительно люблю бамбук. Небольшое количество спандекса поможет ему сохранять форму и хорошо выглядеть долгие годы. И никаких пятен. Это важно. Следующее золотое правило. Не носить майку, как футболку. Это может сбивать с толку, поскольку технически 100 лет назад все футболки были майками. Но сейчас есть существенные различия. Майки тоньше, сидят ближе к телу и имеют глубокий V-образный вырез. У футболок же вырез бывает как V-образным, так и круглым. Но V-образный вырез на футболке никогда не будет слишком глубоким. А материал, как правило, будет толще. А теперь о следующем золотом правиле поговорим о воротниках. Итак, круглые вырезы хороши, а V-образные еще лучше. Глубокий V-образный вырез нужно избегать, только если это не майка. Но он хорошо подчеркивает вашу грудь. Подкачанный парень с V-образным вырезом будет выглядеть потрясающе. Следующее золотое правило. Мужские футболки выглядят лучше всего, когда поверх них есть другая одежда. Вам нужно, чтобы это выглядело непринужденно и удобно. Ребята, просто накиньте сверху куртку. У меня есть небольшая история. Я был на конференции с приятелем по интернет-маркетингу. И этот парень был невероятно умен, а еще он культурист. Итак, он носил плотно прилегающую одежду. Футболку, которая просто демонстрировала его телосложение, но вот в чем дело. Он был там, чтобы общаться и пытаться продавать свои услуги, но одежда, которую он надел, мешала ему. Он говорил, я здесь не для того, чтобы говорить о фитнесе. Я здесь, чтобы говорить об интернет-маркетинге и платном трафике. И мы ушли от темы, и люди думали, что он занимается фитнесом, а не маркетингом. Я не говорю, что вы не должны хвастаться своим телом. Но люди оценивают вас за секунду, и вы должны подать им нужное послание. Когда вы надеваете что-то поверх, закрываете больше открытой кожи, это смотрится лучше. Я понимаю, на улице тепло, но у вас есть варианты. Куртки без подкладки, ветровки, легкие куртки, опять же, которые сочетаются с футболкой и придают более изысканный вид. Ну а как же идеально подобрать футболку? Ребята, у вас в гардеробе есть футболки, они хорошо выглядят. Вы потратили на них деньги, но они чересчур свободны или слишком великоваты. В этом видео я привожу простой урок, как сделать так, чтобы они лучше сидели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова